Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации города и обсуждаем наиболее актуальные и насущные рязанские вопросы и проблемы. И сегодня говорить мы будем о строительстве. Вместе с нами в этой студии начальник управления капитального строительства администрации Рязани Сергей Ярастов. Сергей Николаевич, добрый вечер! Здравствуйте! Предлагаю начать с темы капитального строительства объектов, скажем так, образования, поскольку 1 сентября было всего лишь неделю назад, в понедельник. Дети пошли в школу, дети пошли в детские сады. И я знаю, что в этом году администрация Рязани за счет средств бюджетов различных уровней строит сразу 4 новых детских сада. Какая степень готовности сейчас и что их строительство даст уже в этом году? Сколько поможет оно сократить очередь в детские сады? Понятно. В этом году мы не строим, мы, точнее, реконструируем 3 детских садика и строим один новый. Три садика реконструкции, которые сейчас мы видим, это детский садик номер 2 на улице Урицкого, детский садик номер 123 на улице Гагарина. Значит, детский садик, точнее, нежилое помещение, которое мы ранее было детским садом, но мы выкупали у Ростелекома, это по улице Горького, дом 20. И строим новый детский садик в микрорайоне Братиславский. Вот те сады, строительство которых будет реконструировано, будет завершено в этом году. Значит, самым первым, буквально в ближайшие дни, через неделю, заканчивается строительно-монтажная работа, это на детском садике номер 2 на улице Урицкого. То есть мы вышли на завершающий этап. Всего же ввод в эксплуатацию этих 4 детских садиков даст возможность увеличить количество детей на 640 мест. То есть 640 дополнительных мест должно появиться вот уже в этом году, благодаря реализации вот этих проектов? Абсолютно верно. Это даст возможность существенно сократить очередь в детские сады, по трехлеткам она вообще вот по результатам этого года должна свестись к минимуму. Есть уверенность, что вот все, что называется, успеете в этом году сдать? Ну, не вызывает сомнения, что эту задачу мы реализуем. А какие сложности, трудности при реализации этих проектов возникали? Ну, единственная сложность, это у нас сжатые сроки, перед которыми нас поставил, значит, и глава администрации города, и губернатор Рязанской области. То есть мы опережаем нормативные сроки строительства в полтора раза. А на качестве работы это никак не сказывается, Сергей Николаевич? Нет, значит, это исключено. То есть оно как-то контролируется, качество работы, да? Безусловно, каждый этап и следующий этап не разрешается вести пока, сделан предыдущий. С тем, чтобы потери от ликвидации брака минимизировать. Ну что же, надеюсь, что вскоре пригласите нас, и будет большое количество информационных поводов порадоваться за новые места в детских садах, за новые детские садики, за вновь отреконструированные детские садики. Но в этом году я знаю, что большой объем планируется строительство, даже, наверное, не строительство, а переселение. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры. Программа, которая уже несколько лет реализуется по линии Федерального фонда. Как обстоят дела в этом году? Не ошибаюсь ли я, что планируется? Ну, действительно, Рязань участвует во всех программах переселения из аварийного жилого фонда. В том числе мы участвуем в реализации последней программы, которая рассчитана на 2013-2017 годы. В этом году, в рамках этой программы, будет завершено переселение из 17 аварийных домов. Это у нас переселение из 100 жилых помещений, и квартиры получат новые. Это 250 жителей города Рязани. Планируется переселение в жилодом 30-Б по улице Зубковая, который введен в эксплуатацию там у нас. И в том числе и дети-сироты сейчас проживают и заселяются по программам этого года. И еще мы сейчас завершаем работы. В этом месяце начнем уже заселение жилого дома по улице Большая. Это угол Тимакова и Косимовское шоссе. Ну, а вот квартиры, которые получают переселенцы в новом доме, что они вообще представляют из себя? Это действительно гораздо лучшее условие, чем те, что у людей есть сейчас? Ну, безусловно. То есть люди проживали в аварийных домах. И причем по заключению медведской комиссии, эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Либо реконструкцией. Поэтому люди с удовольствием переселяются в новое жилье. И, естественно, мы предоставляем им площадь больше, чем они занимали ранее. Почему? Потому что если человек проживал в комнате, в коммунальной квартире, и комната имела 20 квадратных метров, то мы предоставляем одну комнату-квартиру. Если человек или семья, или несколько семей занимали две комнаты, пусть даже не по 10 квадратных метров, то всего занимали 20 квадратных метров, мы предоставляем двухкомнат-квартиру в соответствии с жилищным кодексом, в соответствии с законом 185-м федеральным. Поэтому большинство людей идут с удовольствием. Хотя редкий случай бывает, нам приходится решать его, к сожалению, в судебном порядке. Игорь Николаевич, ну вот вообще программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья, она действует уже несколько лет. Сколько у нас всего граждан за это время, что называется, уже поменяли место жительства? Порядок цифр примерно. У нас уже больше трех тысяч человек. А как-то вот связь с этими людьми поддерживается, сотрудников администрации? Скажем так, благодарности получаете? Постоянно приходится встречаться, значит, не только с теми людьми, которыми, значит, сами приходят, выражают благодарность. Ну и нам, значит, приезжает фонд проверять, как мы выполняем программу. Приезжают проверки, и мы, значит, ходим в эти квартиры и слышим, значит, положительные вызовы. Бывают отрицательные, так сказать, моменты, значит, когда приходится сталкиваться с браком, который выявляется в процессе эксплуатации. Строительным браком? Строительным браком. И с помощью застройщиков мы эти вопросы решаем. Синькач, ну а скажите, что будет с теми домами, которые сейчас стоят на расселении? Их все снесут? Значит, сносу подлежат те дома, которые являются памятниками архитектуры. Значит, по программе этого года у нас два таких дома, если из семнадцати, это в том числе Вознесенская, дом 40. То есть это дом Загозкина, который будет передан под музей путешественников. То есть он сейчас расселяется, но ни в коем случае не сносится? Нет. Насколько я понимаю, сносятся только те дома, которые не являются как раз каким-то памятником истории архитектуры и не имеют исторической ценности признанной? Да. В целом вообще на строительном рынке какова динамика в этом году? Ежегодно Рязани показывает неплохие темпы прироста строительства нового жилья. Жилье строится из года в год увереннее и уверенными темпами. Как в этом году не сдали или назад? Действительно, Рязань каждый последний год устанавливает рекорды. В том году мы сдали в эксплуатацию 361 тысячу квадратных метров жилья. И в этом году ставится задача ввести в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. Есть основания полагать, что с этой задачей мы справимся. Жилье во всех районах города, которое строится, причем наши застройщики делают уклон на жилье эконом-класса. Это то жилье, которое наиболее востребовано. Доля этого жилья на рынке Рязани увеличивается. Сергей Иванович, сколько лет мы еще будем устанавливать рекорды, что называется? То есть рекордные цифры по итогам 2013 года. Сейчас вы говорите, что есть основания полагать, что рекордные цифры по поводу жилья в эксплуатацию будут в 2014 году, в 2015 тоже. Настолько все, скажем так, беспроблемно на рынке и в отрасли, что позволяет постоянно наращивать темпы, либо же какие-то проблемы все-таки имеются? Проблемы, конечно, имеются на этом рынке. Почему? Потому что мы ввод жилья обеспечили за счет точной застройки, которая исчерпывает свои возможности, и мы должны выходить на основание новых микрорайонов. И новых микрорайонов нам, в общем-то, не хватает. Значит, у нас таких новых микрорайонов, которые нам нужно осваивать в ближайшие годы, несколько. Если микрорайон ДПР-7, 7А, он в Дашково-Песочной решен с коммуникациями, то микрорайон 9-10, конечного, там есть серьезная проблема. В этом микрорайоне нет системы канализования. Для того, чтобы эту проблему решить, нам нужно завершить строительство тоннельного коллектора, который был, значит, строительством еще той перестройки. Значит, пока вопрос источников финансирования, он не решен, и нам надо его обязательно решать. Без участия областных и федеральных денег городу этот вопрос не потянуть. Также звучала тема того, что границы города Рязани в том виде, который они сейчас должны претерпевать изменения, и город должен расширяться в сторону как Рязанского, так и Рыбновского района. Это я тоже, насколько понимаю, без этого, как бы говорить о перспективах дальнейшего наращивания темпов строительства достаточно сложно. Абсолютно верно. Значит, администрация города Рязани, значит, подготовлена концепция расширения границ города Рязани, как вы уже отметили, за счет двух районов, это Рязанского и Рыбновского районов, и расширение границ города предусматривает по всем основным направлениям, и в сторону Москвы, и в сторону, значит, Шацка, и по Михайловке, за счет создания городов-спутников. Потому что, значит, перспектива, она предусматривает увеличение числе населения города до миллиона человек. Это, конечно, вопрос долговременный, и будет он решаться с участием жителей и города Рязани, и жителей районов как Рязанского, так и Рыбновского. Вот пока мы находимся в начальной стадии реализации этого проекта. Ну что ж, надеюсь, что в конечном итоге он будет реализован. Большое спасибо, что пришли и рассказали нам, скажем так, о новостях на строительном рынке нашего города. Напомню, уже самые ближайшие дни в Рязани будут введены в эксплуатацию несколько новых и вновь от реконструированных детских садов. Также в Рязани планируется введение в эксплуатацию дома, квартиры в котором получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Ну а по темпам строительства мы по-прежнему бьем все рекорды. В этом году 400 тысяч квадратных метров нового жилья должно появиться в городе. Нашим собеседником был Сергей Ярастов, начальник управления капитального строительства администрации города Рязани. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин